Маму Дани Милохина замучили журналисты. Катя Голошева станет новой Валей Карнавал? Димас и Аня выбрали второго крёстного. Слухи о беременности Доры, а Никоглай вновь начал хайпить на Иване Золо. Всем привет, это канал Лог Блогер, и сегодня мы с вами разберём самые интересные новости за последнюю неделю. Погнали! Надеюсь, вам понравилась заставка в начале с Дашей Дошек. Это был отрывок из её первого стрима, который она провела на ютубе. Тик-токершу сразу же хватило аж на 5 часов, в процессе чего она успела поболтать с чатом, много чего рассказать, посмотреть кучу видосов. Запись трансляции она, к сожалению, потом скрыла из общего доступа. Хотя в целом всё прошло отлично, были технические косяки, но это и справиться с опытом. Для многих ещё стало удивлением, что Даша балуется вейпами, скрины с которыми мне заполнили предложку. Судить не будем, каждый вправе выбирать портить своё здоровье или нет сам. В РФ, кстати, уже на уровне Госдумы обсуждают закон о полном запрете парилок, и это касается не только несовершеннолетних, а вообще всех. Прихватил ещё вчера сердечко у любителей посмотреть ютубчик после очередного громкого заявления предпринимателя и политического деятеля Евгения Пригожина. Он вновь отправил письмо во всей инстанции с требованием заблокировать площадку в России, которая якобы вредит стране. По пабликам его слова преподнесли как окончательный вердикт, все уже начали прощаться. Записала кружочек на эту тему даже Катя Адушкина, которая отдала видеохостингу почти 10 лет своей жизни. Честно, страшно. Верить слухам не хочется. Наверное, готовиться надо, как обычно, к самому худшему исходу, но надеяться на лучшее. Ютуб – это, конечно, мои корни, мои истоки. Это что-то суперродное, и я не знаю, как без него существовать, если честно. Но буквально через пару часов громкие заявления опровергли в Госдуме, который оказался даже не в курсе о каких-то даже гипотетических планах закрытия Ютуба. Там сложилось единое мнение, что пока нет альтернативной площадки, где был бы не только развлекательный контент по типу мультиков, которые нужны для успокоения детей. А еще огромное количество обучающего материала, способствующего научному прогрессу страны. Если они продолжат придерживаться этой мысли и дальше, то Ютубу блокировка вообще никогда не будет грозить. А вот Рахим столкнулся с реальной блокировкой своего нового трека Look at Me, Habibi. В историях парень кратко сообщил, что его композицию снесли со стриминговой платформы Spotify. Что именно послужило поводом для такого решения, он пока, судя по всему, сам не знает. Песня, конечно, не залетела в чарты и не набирает суперогромных просушиваний. Но в любом случае обидно терять труды, над которыми долго работаешь. Мультипликационная компания DreamWorks с послухом скоро порадует всех любителей ностальгии по старым мультикам. По информации надежных источников, запущена работа над продолжением франшизы Шрека. Это будет уже пятая часть в серии приключений Зеленого Огра. На это еще указывал вышедший в конце 2022-го мультик «Кот в сапогах 2», где были отсылки на всех героев. А в конце нам сообщают, что вся компания отправляется в тридевятое королевство проведать старых друзей, где как раз живет семья Шрека. О сюжете, новых персонажах и прочих подробностей пока что ничего не известно. Но предполагается, что на больших экранах показ начнется в конце 2024-го. Никоглай только вот наладил доброе общение с Иваном Золо, но опять увел его в направлении скандалов и интриг. Если кратко, Коли недавно переписывался с менеджером друга по поводу дальнейшего сотрудничества, и тот вроде как просил за это деньги. Когда договориться не получилось, вся переписка в немного измененной форме пошла по рукам ютуберов, которые начали снимать про это расследование. Обвиняя уже Никоглая в желании вновь нажиться на друге. Отчасти это действительно так. Коли сейчас всеми способами пытается высасывать из коллабов инфоповоды, чтобы приходили рекламодатели, и он опять стал много зарабатывать. В целом их трансляции превращаются в некий пусть говорят, где все много ругаются и по итогу остаются при своем. К ним еще, кстати, присоединилась Даша Корейка, которая хоть немного разбавляла негативную обстановку своим пофигизмом. Катя Голшева в пабликах прочитала новости о провалившемся курсе похудения Карина Аркелиан. Так как у девочек давние контры друг с другом на теме той же фигуры, она не могла пройти мимо и не прокомментировать. Негативить в сторону коллеги на удивление тиктокерши не стало. Но зато задумалась запустить свой продукт, увидев сколько желающих есть купить подобную программу. Результат у Кати за год действительно потрясающий, но это ее не делает профессионалом в этой сфере. Надеюсь, если она все же решится, то пригласит дать какие-то рекомендации своих тренеров, так как в каждой ситуации нужен индивидуальный подход. Вещала обо всем Голшева из Перми, где помимо того, что навестила семью, решилась на большие изменения в плане внешности. Девушка впервые в жизни покрасила волосы и достаточно сильно укоротила длину, получив вот такой результат. В комментариях тут же пошли сравнения с Валей Карнавал, особенно после видоса, снятого под Ромашки 2. Кому-то даже показалось, что она начала копировать поведение бандитки и вообще все это планы Заира, чтобы повысить ее популярность. Звучит, согласитесь, очень бредово, а какие-то совпадения тут лишь случайность. От длинных волос, опережая своего любимчика Крида, избавился Шип. Егор постригся, вернув старую прическу и заодно перекрасился в пепельный. Возможно, что такой образ необходим для съемок клипа на новую песню про Уэнсдэй, которую он сейчас активно пиарит в своих соцсетях. До сих пор неизвестно, когда Димас и Аня и Щук будут крестить Тима, но зрители продолжают думать, кто же станет вторым крестным родителем. Про Юлю Гаврилину есть официальное подтверждение в интервью, а вот на роль мужского пола куча кандидатов. Помимо очень вероятных того же Шипа и Германа Гласса, появились догадки по поводу Саши Золотова. Они с ним как раз давно дружат, хорошо общаются, а тут еще вчера встретились именно такой компанией, что начало вызывать некоторые подозрения. В любом случае придется дождаться самой церемонии, и только там мы уже узнаем все точно. Певицу Дору тем временем начали записывать в будущие мамы. Девушке приписали беременность после ее неоднозначного сообщения в ТГ-канале «Скоро я стану мамашей». Про личную жизнь Даши мало что известно, но судя по тому, что свой последний день рождения она проводила с друзьями, сердечко свободное. Поэтому тут можно сделать логический вывод, что речь идет о другом. Может быть она заведет милое домашнее животное или что-то в этом роде. Официально же с пополнением в семье можно поздравить Мияге. Последние пару дней стали активно распространять слухи о рождении у него сына. А вчера исполнитель сам подтвердил данную информацию. В семье это уже третий ребенок, но я думаю вы слышали печальную историю, которая произошла с первым сыном. Надеюсь, что подобной утратой их семьи касаться больше не будут, и они смогут радоваться взрослению и первым успехам оставшихся детей. Вслед за братом в медиапространстве появились новости от мамы Дани Милохина, но уже по серьезному поводу. Она связалась с Ильей, так как несколько недель ее донимают журналисты. Они требуют, чтобы та повлияла на сына, уехавшего в Америку, и заставила извиниться за политические выходки, либо сделала это сама. Речь идет о ситуации, когда они с Бабичем пели гимн Украины на стриме. И о Диссе на первый канал, где было сказано много чего неприятного в сторону продюсеров. Любовь, мягко говоря, отправила всех этих ребят куда подальше. Но поток не останавливается, начали мучить даже все ее окружение. Уже не первый раз мама жалуется мне и говорит, что устала от этого. Уже звонят ее родственникам, соседям. Надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь, новости, паблики увидят это видео и как-то примут какие-то действия. Они, кстати, давят на то, что Даню якобы могут лишить гражданства или вообще запретить въезд в страну. Но Милохин фактически никаких законов не нарушал. И это лишь громкие заявления, притянутые за уши. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.